Похоже, отпуск уже начался. Вау, а отель еще шикарнее, чем на фотках. Подождем здесь, пока они готовят для нас номер. Ну и жарища! Достану-ка я водичку. Что? Почему все такое влажное? Только не это! Зубная паста взорвалась! Ты только посмотри! Может, это из-за высоты? В следующий раз упакую зубную пасту вот так. Выдавите небольшие капли зубной пасты на бумагу для выпечки. Рассчитайте, чтобы заготовок хватило на всю поездку. Слегка присыпьте капли мукой. А потом возьмите баночку и аккуратно сложите внутрь весь запас. Теперь зубная паста точно ничего не испачкает. А когда захотите почистить зубы, возьмите одну штучку и бросьте в рот. Не волнуйся, она станет мягче. Видишь? Попробуй сама. Носить покупки в одиночку и так неудобно. А теперь еще это дождь. Не, получается. Нет. Ладно, открою зонтик. Погодите. Я кое-что попробую. Как насчет зонтика, который не нужно держать? Сделайте такой, застегнув плащ. Как только закончите, возьмите лямки от рюкзака и завяжите на груди. София, хватай пакета и бегом. Эй, Эми, сюда. Уже иду, подруга. Ой! Черт! Наверное, больно. Могли бы хоть табличку поставить. Как же больно. Ай, ай, ай. Да, выглядит не очень. По ощущениям тоже не очень. Ммм. А, Эми. Помашь ссадину моим дезодорантом. Ну, давай попробую. Просто нанеси немного сверху. Все, больше не болит. Привет. Нет, не иди там. О, поздно. Она тоже упала. Давай спасем ее подруга. Как же трудно выбрать, что надеть. И шкаф, забитый вещами, не упрощает дело. Может, в ящиках есть что-нибудь еще? Нет, ничего из этого не подходит. О, кажется, я нашла, что искала. Эй, почему он не открывается? Глупый комод. Давай же, вылезай оттуда. Наконец-то. Я полюбила тебя с первого взгляда, дорогая толстовка. Ммм, а почему она такая большая? Наверное, мне стоило примерить ее перед покупкой. Похоже, сегодня придется обойтись без рук. Но я сделала свой выбор. Не хочу опять переодеваться. Боже, мне только что пришла в голову гениальная идея. Возьмите резинки для волос и наденьте их на рукава в районе запястья. Затем прикройте резинку излишком тканью. Смотрите, рукава стали намного короче, а резинок не видно. А если добавить стильный ремень, у вас получится потрясающий наряд. Но зачем останавливаться? Вы можете провернуть такой же трюк из пальто. Теперь вам не будут мешать вечно свисающие рукава. И вы будете выглядеть просто сногсшибательно. О нет, Рекс добрался до нового свитера Беллы. Конечно, собаки наши лучшие друзья, но пакостить они тоже умеют. О нет! Я так и знала, что нужно было спрятать этот свитер. Отдай! У тебя есть свои игрушки, и мой новый кашемировый свитер не одна из них. Да, теперь в новом свитере есть такие же новые дыры. Если у вас есть испорченный свитер, возьмите на вооружение эту хитрость. Просто вырежьте из его нижней части варежки и шапку. Вот такой формы. Прошейте шапочку по краям, оставив открытой нижнюю часть. Потом выверните шапку наизнанку, а теперь прошейте варежки. Кому нужен скучный свитер, когда можно сделать комплект из шапочки и варежек? Похоже, тебе стоит поблагодарить Рекса, Белла. Может, сделайте ему шапочку из остатков свитера? Кто у нас хороший мальчик? Красавчик! Ах! Который час? О нет, я опаздываю! Знала же, что нужно было лечь спать пораньше. Надеюсь, я успею собраться. Так, с чего начать? С чего начать? Ммм... Ну, так тоже можно. Вау, Белла, ты классно выглядишь. Добавляем финальные штрихи. Да, эти очаровательные кошачьи ушки как раз то, что нужно. А теперь вперед на выбор наряда. О, простая белая футболка подойдет. Этот красный шарф, конечно, красивый, но для занятий слишком броский. Большинство девушек знают, что одеваться нужно до того, как нанесешь макияж. Видите, о чем я? О боже, вся косметика размазалась по футболке. Такого сценария можно избежать, если вернуться на несколько шагов назад. Нажимаем на стоп. Отлично. На этот раз не стоит отбрасывать шарф в сторону. Если вы накрасились до того, как надеть футболку, используйте шелковый шарф. Закройте им лицо и волосы, когда будете продевать голову воротник. И вуаля! Прическа и макияж Беллы совсем не пострадали. Нам всем порой бывает очень грустно. И неважно, как сильно ваш друг старается вас развеселить, настроение просто не поднимается. И да, Белла очень пытается ему помочь. Все без толку, он просто погружен в свои мысли. Настолько, что даже не улыбнется из-за этого. Да, Джастин точно не в настроении. Ну, должно же помочь хоть что-то. Ой, вилка упала. Да, вот оно, возможность развеселить Джастина. Все, что мне нужно, уже есть в моем рюкзаке. Иногда смекалка приходится весьма кстати. И сегодня нам поможет черный маркер. Пока ваш друг не видит, есть возможность как следует его развеселить. На обычной тарелке нарисуйте фигуру с шариком в руке. Ага. Эээ, Белла? Что ты делаешь? Вы знали, что если налить воды на почти высохший маркер, то рисунок задвигается? Видите, он шевелится. Вау, а это интересно. И не важно, что вы нарисуете. Этот маленький флюк всегда подарит улыбку. Нарисуйте лодочку и смотрите, как она уплывает. Как это работает? Хочешь попробовать? Видите, всего лишь немного креативности и никто уже не хмурится. Вау, глядите, Белла так сосредоточена. Когда рисуешь, нужно хорошенько сфокусироваться и уделять внимание каждой детали. О да, этот рисунок я точно повешу на дверь холодильника. Может, даже в рамке. Возможно, если я буду внимательна, у меня получится так же здорово, как на картинке. Хотя, если присмотреться, это больше похоже на тренировку. Да, я просто тихонько выкину. Это пока никто не увидел. О нет, Белла, краска! Упс, почему я об этом не подумала? Давай, сохни скорее! Эй, а что, если взять трубочку и подуть, пока не высохла? О, посмотрите на эти прекрасные линии! Как красиво! Выглядит здорово! Эм, я правильно понимаю, что нарисовала просто идеальное дерево? Может, стоит добавить цветок с помощью ватной палочки? Можно нарисовать на ветках цветы. Они будут выглядеть очень естественно. Предупреждаем, это может занять некоторое время. Так что будьте терпеливы. Вау, кто бы мог подумать, что такие простые советы помогут создать этот шедевр. Как же красиво, Белла! Ну, не думаю, что это мне понадобится. Я, похоже, гений. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...